Религия в нашей жизни В программе сегодня после беседы архиепископа Иоанна Шаховского «Смысл поста» мы познакомим вас с содержанием некоторых материалов последнего по счету 142-го выпуска журнала «Вестник русского христианского движения», и расскажем о смысле и структуре литургии прежде священных даров. Готовясь к светлому воскресенью и, воздерживаясь от душевной суеты в Великом посту, верующие люди проверяют свой сердечный багаж, чистоту своего сердца и мирность его. Нет ли каких обид у нас? Не было ли с кем у нас ссоры? Надо все изгладить, со всяким примириться, все отдать на суд Богу. Если нельзя явно, например, умер человек, нас когда-то обидевший или нами обиженный, примириться надо и с этим покойником в своем чувстве и намерении. Жизнь земная – это еще не полное плавание, а лишь подготовка к плаванию, плескание у берегов, если можно так сказать. Надо пловцу человеку для своего удобства снять с себя тяжелые одежды, если они есть, мешающие плыть. Надо всем достичь другого берега и новоизмерения, уже увидеть нравственную вечность. Тут главный смысл и итог нашего земного существования, нашей цели – странствование веры во Христа, спасение бессмертной души. Молитесь, братья мои, идя по дороге к вечности. Надо нам чаще молиться, чем дышать, и человек может достичь этого непрестанного предстояния Богу. Это и есть вера в Бога. Пребывание в молитве, даже если этого не видно другим людям, мы не замечаем всего живительного процесса нашей жизни или жизни другого человека. Дыхание, действие внутренних органов – такое сокровенное, может быть, у нас и бывает молитва. Дыхание новой бессмертной жизни, тихая наша песнь Богу, гимн благодарности, вздох покаяния. И словословия, любви и богопреданности. Нашедший веру в Бога человек не может быть без молитвы. Душа томится, если пресекается в ней дух светлой молитвы, излучения в мир добра и красоты. Молитву надо начинать с малого, внутреннего, краткого призывания святого Божьего имени, как благословения на все свои планы и дела. Нет такого места, где бы человек не мог молиться Богу. Бог с нами везде, всюду, любящий, знающий нас Господь. К великому посту церковь читает Ефрема Сирина молитву, которую Пушкин переложил в свое время на стихи. Помолимся сейчас все вместе. Господи, владыка живота моего, жизни моей! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тебе, не дай мне. Дружица ламудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, не осуждать и брата моего, якоблагословен я си во веки веков. Аминь. О, моя, моя, отец, ты и вейши за нахер, кудрюе, Богу, ПЕСНЯ 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 требующие скурпулезной и тонкой работы переводы богословских трудов отца Александра Шмемана, делаются сегодня в СССР православными энтузиастами. Однако, как свидетельствуют многие знающие люди, знакомые с самиздатом, в современной России можно встретить работы Шмемана в трех-четырех разных редакциях и вариантах. В опубликованной в Вестнике главе «Приготовление к крещению» Отец Александр Шмеман с православных позиций возражает тем рационалистам, которые отрицают зло как реальность, полагая его лишь отсутствием добра и видя лучшие лекарства против него в просвещении, в образовании. «Нет, — возражает отец Александр, — зло — это не только отсутствие, это присутствие темного, иррационального и вполне реального. Если высшая тайна добра заключена в человеческой личности, то и высшая тайна зла должна также иметь личностный характер. Существует личностный мир тех, кто выбрал ненависть к Богу, к свету, кто выбрал быть против. Существование абсолютного зла в мире — это одна из глубочайших тайн бытия. «Дешевыми и поверхностными, — писал Отец Александр, — кажутся все рациональные объяснения, все попытки объяснить зло четкими и рациональными теориями. Нужно не объяснять зло, а противостоять ему и бороться с ним. Так обращается со злом Господь. Он не стал объяснять его. Он послал сына своего инородного, чтобы он был распят всеми силами зла и тем самым сокрушил их своей любовью, верой и послушанием». Статья копского монаха-отца Маты-эль-Мескина «К православному единству» рассказывает о копско-православном исповедании, о трагическом расколе на Халкидонском соборе, положившем начало разделению христиан. «Наш век требует единения, — пишет автор, — единения перед лицом тотальной атеистической агрессии». Что же такое Халкидонский собор? И кто это такие копты, к церкви, которой принадлежит отец Мата? Это вопросы, на которые рядовые верующие вряд ли могут ответить. По этому вопросу в Вестнике публикуется ряд замечаний к русскому читателю от переводчицы статьи отца Маты-эль-Мескина «Православной монахини Матери Юлиани». Она, в частности, пишет. Статьей отца Маты к православному единству рядовой русский читатель вводится в далекую и малоизвестную ему область истории и жизни Вселенской Церкви, членом которой является его русская православная церковь. До сих пор вопрос, поднятый в этой статье, был достоянием богословов-специалистов, единственно имевших право выражать суждения о нем и о всей запутанной многовековой истории православного раскола. Рядовой верующий получал уже готовый катехизический ответ, требующий лишь его запоминания, не вдаваясь в факты, что ограждало его от вовлечения в опасное изыскание правды по этому вопросу. А запомнить было просто, потому что вся проблема укладывалась в коротенькую формулу «не халкидонцы, монофизиты». И это еще для тех, кто знал, что такое халкидон. Время и традиции закрепили ее в сознании и осветили авторитетом церкви. Поэтому ни русские, ни греки никакого раскола не ощущали, связав все православие исключительно с греко-православной церковью. То, что оставалось вне ее, армяне, копты, эфиопы и другие, мыслилось как нечто не совсем полноценное и уж во всяком случае непричастное православию. Наше невежество в отношении иных православных исповеданий может быть простительно для всей массы рядовых верующих, как мирян, так и людей духовного звания, которым ниоткуда почерпнуть сведения, кроме того же катехизиса. Мы не очень глубоко разбираемся даже в домашнем старообрядческом расколе, больше зная о нем с внешней стороны и скорее из светских источников. Но и катехизис сегодня доступен немногим, а остальные и понятия не имеют о каких-то коптах, антиохийцах, сиро-малабарцах. И потому мы не ощущаем лишения опыта единства, не чувствуем своей ущербности, как слепорожденный не ощущает недостатка в вещах, без которых зрячий жить не может. К стыду нашему мы лучше осведомлены о более далеких от нас, но тоже братьях-фристе, католиках, баптистах, пятидесятниках и других христианах и нехристианах. Даже об иудаизме и буддизме мы больше знаем, чем о ближайших к нам по исповеданию, по благочестию, по умозрению так называемых нехалкидонцах. А ведь, например, Армения у нас не просто под боком, но является интегральной частью нашего Отечества уже не один век. Для исследования православия коптов в середине прошлого столетия в Египет был послан архимандрит, впоследствии епископ Порфирий Успенский. Исследования привели его к положительной оценке копского православия, о чем он подал обстоятельный отчет в Священный Синод. Что случилось дальше с этим документом, неизвестно. Но на этом наши попытки к сближению остановились вплоть до последнего времени, когда необходимость заставила снова заняться вопросом о междуправославном единстве. К чести Русской Православной Церкви инициатива в прошлом, первый шаг, принадлежит ей. Но и в настоящем ничто не мешает ей, речь идет не о формальной стороне дела, развивать и дальше эту инициативу в евангельском духе церковного единства или соборности, которому посвящена статья Отца Матты. Далее, в другой статье, автор этих строк, мать Юлиания, описывает Страстную Неделю и Пасху, как они отмечаются в Копском монастыре в Египте. С этим описанием мы вас познакомим в одном из предпасхальных выпусков программы «Религия в нашей жизни». Чрезвычайно интересный раздел 142 номера «Вестник», посвященный 50-летию со времени кончины священника Александра Ильчанинова. Дневниковые записи Ильчанинова, посвященные встречам с Вячеславом Ивановым, Тернавцевым, Павлом Флоренским, дают новые, порой неожиданные штрихи к их биографиям, как, например, отца Павла Флоренского в период его религиозных сомнений. Записи священника Александра Ильчанинова стали кластикой русской аскетической литературы. Эта посмертная книга, выдержавшая по-русски четыре издания и переведенная на все основные европейские языки, многим открыла дверь в церковь и помогла идти духовным путем. В обширном архиве отца Александра Ильчанинова сохранились записи и письма разных времен. Те, что написаны до революции и в первые годы эмиграции, говорят о том круге людей, корифеев русского религиозного возрождения, среди которых сформировалась личность отца Александра. В Тифлисе он учился в одном классе с Павлом Флоренским и Владимиром Эрном, с которыми его и в дальнейшем связывала тесная дружба. В Москве Ильчанинов стал в 1905 году первым секретарем религиозно-философского общества. В эмиграции новая встреча с отцом Сергием Булгаковым в Праге сыграла решающую роль в его судьбе. Именно отец Сергий и склонил его стать священником. Краткий путь священства отца Александра был одновременно славен и сернист. К нему тянулись люди, особенно молодые, жаждущие подлинной духовной жизни. Но в среде бытового духовенства отец Александр часто встречал непонимание. Книга «Записи священника» была составлена преимущественно из дневниковых записей отца Александра и его вдовой. Некоторые записи, как повторные и слишком интимные, не попали даже в третье, значительно расширенное издание книги. Другие были приведены в книги не полностью. Некоторые из этих записей редакция предлагает вниманию своих читателей. Закончим мы наш обзор 142-го выпуска журнала «Вестник русского христианского движения» некоторыми отрывками и записей священника Александра Ельчанинова. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире себе сохранит ее в жизнь вечную». «Этот текст прояснился мне на этих днях», — писал отец Александр Ельчанинов 24 марта 1932 года. «Всякое духовное усилие, всякое добровольное и недобровольное лишение, отказ, жертва, страдание, разменивается немедленно на духовное богатство внутри нас. Чем больше теряем, тем больше приобретаем. Горе счастливым, сытым, смеющимся, они оскудевают до полной духовной нищеты. Трудно богатым войти в жизнь вечную, потому что не производят этого размена благ тленных, временных, на нетленные, вечные. Мужественная душа инстинктивно ищет жертв, в случае пострадать, и духовно крепнет в испытаниях. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам страдания и печалиться, когда живем благополучно. Дети, выросшие в тепле, неги и сытости, вырастают духовно пустыми. Наоборот, прошедшие через болезни, нищету, вырастают духом. Сюда же все тексты, вроде «сила моя в немощи совершается». Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Мы не унываем, но если внешний наш человек и живет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном переизбытке вечную славу. В том же 1932 году, летом, после повторного прочтения романа «Толстого война и мир», отец Александр Ельчанинов записал. У Льва Толстого в «Войне и мире» удивительное описание возрожденной души Пьера. Он имел веру. Не веру в какие-то правила, слова или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Раньше, во всем близком, понятном, он видел одно ограниченное, милое, житейское, бессмысленное. Теперь он выучился видеть великое во всем и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки вопрос «Зачем?», теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос «Зачем?» в его душе всегда готов был простой ответ. «За тем, что есть Бог, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека». В другой раз Ельчанинов записал такой диалог. «Маленький диалог о нервности с моим зубным врачом. Он на мой вопрос. Да, вот все борюсь с собой. Все не могу достигнуть полного спокойствия и философского отношения к жизни. Проблема. Я. А как вы думаете, от чего это спокойствие зависит?» «Он. Я думаю, что оно исключительно зависит от общего здоровья организма, в частности от здоровья нервной системы». Первая ступень. Я. «Разве вам не приходилось видеть людей с больным телом, в частности с очень больными нервами, которые побеждали бы их и господствовали над ними, вместо того, чтобы быть их рабами?» «Он». «Да, но ведь это какая высота?» «Сколько нужно предварительной работы, чтобы достигнуть такого контроля над собой и такого самообладания?» Вторая ступень. «Я». «Но что, по-вашему, помогает человеку в такой работе над собой?» «Во имя чего он это делает?» «Он». «Затрудняюсь ответить». «Я». «Не кажется ли вам, что такая работа над собой и своими анархическими, автономными нервами очень облегчается, делается совсем легкой, от правильной установки внимания и воображения, что мы непременно будем спотыкаться на каждом пустяке, пока в нашей душе не станет отчетливо, ярко и убедительно то, что не пустяк, когда влечение к этому главному, всей душой, всем сердцем, всем разумением, поставит на свое место те пустяки, которые отравляют нам повседневную жизнь. Итак, три ступени борьбы с нервами. Первое. Лечение, бром. Второе. Самоконтроль. И третье. Создание в душе высших ценностей. А вот мысли отца Александра Ельчанинова о философе Николая Бердяеве. Поясним, что отец Иоанн, о котором пишет отец Александр, это архиепископ Иоанн Суховской, бывший тогда в сане Иеромонаха. Кажется, я поставил для себя крест на Бердяеве. Последнее решающее впечатление — это его злобный и обидчивый ответ на разбор Иеромонахом и Иоанном его большой книги. Но что мог обидного ему сказать, отец Иоанн? Его заметка, написанная очень беспорядочно и неточно, все же согрета добрым светлым чувством к Бердяеву и очень деликатно по форме. Бердяев отвечает грубо, с залезанием в тайные мысли отца Иоанна, с обычными трафаретами вроде «самоспасание монахов», «богоподобие человека», «творческая свобода» и т.п. Во всей статье не искры человеческого чувства. Грубость, резкость, самолюбивое отстаивание своего, словом, полное духовное неблагополучие. Будучи тяжело больной в госпитале, отец Александр записывает такие мысли в свой дневник. Трудно болеть. Трудно, несмотря на температуру, боли, страхи, сохранить постоянную память о Господе. С повышением температуры расслабляется и как бы умирает душа. Равнодушие, пустота. Сейчас температуры давно нет. Жадно читаю Евангелие. Легко молится. Болезнь — школа смирения. Вот где видишь, что нищ, инак и слеп. В тетради, вскоре после смерти отца Александра, была найдена следующая приписка его жены Тамары Владимировны. Боже мой, мы ничего не знаем о своей жизни. Думал ли Саша, записывая свои мысли наверху этой страницы, что это его последняя запись в этой тетради, что в конце лета он умрет? Я помню, как мы с ним говорили недавно как раз об этом, что нельзя ничего откладывать, что надо жить начисто, так как смерть может прийти каждую минуту, каждый день. Мы познакомили вас с некоторыми материалами, опубликованными в разделе, посвященном богословию и философии, недавно вышедшего в свет 142-го номера журнала «Вестник русского христианского движения». Журнал этот выходит квартально в Париже. Ответственный редактор «Вестника» Никита Струве. Вы слушаете «Голос Америки из Вашингтона». В эфире программа «Религия в нашей жизни». Продолжаем передачу. Сейчас христиане во всем мире отмечают Великий Пост, приготовительный период к Пасхе. В православной традиции, в будние дни Великого Поста, литургии не бывает, так как литургия по природе своей богослужения праздничная, радостное воспоминание Христова в воскресенье и пребывание его с учениками на земле после его воскресенья из мертвых. Но все же, не желая оставить своих чад без благодати причастий во время Великого Поста, Церковь предписывает дважды в неделю, в среду и пятницу, совершать литургию преждеосвященных даров. Это богослужение вечернее и состоит из причащения верующих святыми дарами, освященными в предыдущее воскресенье, отсюда и название литургии преждеосвященная. Богослужение начинается с Великой Вечерни, но первый возглас священника тот же, что и на литургии обычной. Благословенно Царство, Отца и Сына и Святаго Духа. Таким образом, все богослужение обращено к надежде Царства, оно есть то духовное ожидание, что и определяет собой весь Великий Пост. Затем, как обычно, следует Вечерний Псалом, 103. «Благослови Душе Моя Господи!» Великая Ктеня, начинающаяся словами «Миром Господу помолимся!» и 18-я Кафизма, или часть Псалтири. Эта Кафизма читается каждый день недели Великого Поста. Она состоит из псалмов от 119 до 133, называемых «Песнями Восхождения». Их в древности, еще в ветхозаветные времена, пели на ступенях Иерусалимского храма, поднимаясь под ним. Во время чтения этих псалмов, священник берет агнец, святые дары, освященные в предыдущее воскресенье, и кладет его на дискус. Затем, после перенесения дискусса с престола на жертвенник, он наливает вино в чашу и покрывает святые дары, как это делается перед обычной литургией. Все это делается молча, без каких-либо молитв священника. Устав подчеркивает эту особенность. Все эти молитвы были уже прочтены за воскресной литургией. После малого входа и пения Святой Тихи читаются две указанные на этот день Паремии, то есть чтения из Ветхого Завета, взятые из книги «Бытия» и «Притч». Между этими чтениями, Паремиями, совершается обряд, напоминающий те времена, когда Великий пост был главным образом посвящен приготовлению людей к крещению. Во время чтения первого отрывка из Ветхого Завета священник ставит зажженную свечу на Евангелие, лежащую на престоле. По окончании чтения священник берет свечу и кадила и благословляет молящихся, возглажая, «Свет Христов просвещает всех». Свеча — символ Христа, света мира. То, что свечу ставят на Евангелие во время чтения Ветхого Завета, означает, что все пророчества совершились во Христе, который просветил своих учеников, чтобы они могли разуметь Писание. Ветхий Завет ведет к Христу, так же, как Великий пост ведет к просвещению крещающихся. Свет Крещения, соединяющий людей с Христом, открывает их разум для понимания учения Христова. После второго чтения из Ветхого Завета, по указаниям устава, полагается пение пяти стихов из вечернего 140-го псалма, начинающегося со стиха «Да исправится молитва моя, Я, как Адила, пред Тобою». Свет Крещения, соединяющегося со стиха «Да исправится молитва моя, Я, как Адила, пред Тобою». Свет Крещения, соединяющегося со стиха «Да исправится» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эти стихи из 140-го псалма составляют как бы прекрасное покаянное введение ко второй части богослужения, то есть к самой литургии прежде священных даров. Эта вторая часть начинается с литургии оглашенных, целым рядом особых молитв и прошений о готовящейся к крещению. В половине поста в среду на четвертой неделе прибавляется еще и теня просвещаемых, то есть уже готовых к просвещению, озарению, крещению. Еще раз тут подчеркивается основной смысл Великого поста как приготовление к крещению. После этого читаются две молитвы. В первой верующие просит Бога об очищении души, тела и чувств. Вторая готовит собравшихся в храме к перенесению прежде священных даров. Затем наступает торжественный момент перенесения святых даров на престол. Внешне этот вход похож на Великий Вход за литургией, но по существу и духовному значению он, конечно, совершенно иной. В полном евхаристическом богослужении Великий Вход есть перенесение, приношение еще не освященных даров. Церковь приносит себя, свою жизнь, жизнь своих членов и все творение Божие в жертву Богу, включая эту жертву в единую и совершенную жертву Христа. Вспоминая Христа, Церковь вспоминает всех тех, кого Он воспринял для их искупления и спасения. Перенесение святых даров символически изображает явление Христа и завершение поста, молитвы и ожидания, приближение той помощи, утешения, радости, которых мы ждали. В это время поется молитва «Ныне силы». Вот русский перевод этой молитвы. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, потому что вот входит царь славы. Вот жертва тайная, уже освященная, переносится. С верою и любовью приступим, чтобы быть участниками жизни вечной. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, Сверху небесные с нами невидимо служат, Сверху небесные с нами невидимо служат, Сверху небесные с нами невидимо служат, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...